Девушки отдыхают Сразу после торжественной клятвы в Сейме новоизбранный президент Андрис Берзинш отправляется сюда, к памятнику свободы для возложения цветов В свой первый рабочий день президент Андрис Берзинш получает и ключи от новой резиденции Рижского дворца Правда, проработает он здесь недолго только до декабря 2012 года Планировалось, что он сюда вернется к лету уже этого года В свой последний рабочий день президент Латвии Андрис Берзинш закончит здесь, во временной резиденции в доме черноголовых Черный костюм и галстук в тон флага Тот самый, что был на нем в день избрания Встречи строго по протоколу По полчаса на каждую Министры, посол Китая, командир национальных вооруженных сил Ответственная за культуру Датса Мелборда приходит с цветами, белыми розами и подарком, собранием латвийских фильмов Ровно в 12 часов дня последнее мероприятие президента Андриса Берзинша Это открытие книги с предложениями как усовершенствовать общественную власть в Латвии Работа всей команды нынешнего главы государства Среди гостей немало известных лиц Депутаты, чиновники, бывшие министры и бизнесмены Любое окончание — это начало чего-то нового Жизнь меня всегда баловала Любой крутой поворот, который сначала казался сложным давал мне возможность идти вперед Я ни о чем не жалею, спасибо Последние слова официальной речи президента Берзинша Он ушел и не собирается возвращаться Но если понадобится, готов помочь новому коллеге А пока уходящий президент планирует проводить побольше времени с семьей С собой он забрал пять подарков Все выкупил Вазу, ковер, шесть винных бокалов, настольные часы и золотую медаль Общая стоимость этих подарков — более 7200 евро Срок полномочий Берзинша истекает в полночь Новоизбранный глава государства Раймонд Свейонес произнесет клятву завтра в 9 утра В этот промежуток времени главой государства будет спикер парламента Инара Мурнеца Анастасия Дьяконова, Валтер Зелч, Иван Милов, Латвийское телевидение